Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Василий Шаура, я отвечаю за развитие бизнеса и развитие инновационных решений в химии, нефтехимии и нефтегазе в нашей компании. До недавнего времени кибербезопасность в СУТП вообще не рассматривалась, она заканчивалась где-то на уровне систем МЕС, систем бизнес-предприятий, защищали финансовую информацию, защищали бухгалтерские различные системы, защищали системы учета кадров. Но СУТП это считалось какой-то такой, ну есть там что-то, кому она интересна, там не крутятся какие-то финансовые информации, непонятные операционные системы, в общем, зачем ее защищать. Но вот несколько лет назад, да, произошли различные инциденты, ну вот начиная с совсем известного стакснета, да, и постепенно все это начало развиваться. Начала появляться нормативная база, законодательная база, которая уже обязывала людей это защищать. Ну и вот в последние годы мы видим, что все-таки от обязаловки это переходит к тому, что люди осознают, что это нужно защищать. И поэтому вот, ну то, что Касперский проводит такие конференции и позволяет обмениваться опытом между отраслями, потому что, ну, например, у энергетиков там есть свои правила, они шли впереди в вопросах кибербезопасности. Они раньше начали, чем, например, химики, да, химики и металлурги пошли вторыми. Нефтегаз только сейчас, например, начинает осознавать, и вот только-только, значит, у них появляются обязательные требования к системам. И вот мой доклад, он, собственно говоря, будет вот о том черном кирпичике АСУТП и о том, как наша компания видит общие принципы защиты. То есть я не буду там рассказывать о каких-то больших технических подробностях, но вот некие базовые принципы, которые в нашей компании разработаны на основе анализа тех инцидентов, которые происходили по миру, вот, собственно говоря, об этом я хочу рассказать. Бизнес АСУТП, он, ну, например, абсолютно не приемлет подписки, да, то есть вот большинство и тэшного софта, оно распространяется по подпискам. Когда с этим приходишь в АСУТП, там говорят, у нас нет возможности каждый год что-то оплачивать. Вот продайте нам тот черный ящик, который мы поставим, он будет работать 10 лет, срок службы АСУТП. Ну, это такой базовый джентльменский срок службы АСУТП. Многие нормативные акты, которые у нас изданы, воспринимаются заказчиком так, что его можно решить организационными методами. То есть мы, например, предлагаем систему автоматических обновлений защищенных серверов. Да, эти обновления нами протестированы, эти обновления по защищенному каналу накатываются. Они говорят, нет, нам это не надо, это дополнительные деньги. Мы возьмем человека, дадим ему бумажный журнал, он будет обходить раз в неделю все станции, смотреть, и если где-то какая-то версия устаревшая, вручную ее накатывать. Мы говорим, ну это же дополнительный фактор риска, да, этот человек может внести какие-то вот, ну, сделать просто что-то неправильное. Даже не то, что он злоумышленник, он просто может сделать что-то неправильное. Зато это дешево. И вот донести пока до многих заказчиков СУТП то, что, ребята, это не те деньги, где надо экономить, да, вот не надо здесь экономить, пока не все всегда получается. Есть заказчики, которые, как бы, ну, сами понимают, вы очень большие серьезные требования в своих тендерах выкатывают. А вот есть заказчики вот такого типа. Самоизоляция, она привела к тому, что появился импульс к развитию удаленного доступа к системе СУТП. Он пока еще такой вот зачаточный, но, тем не менее, вообще границы между ИТ и СУТП очень сильно размываются. И вот проблема как раз защиты удаленного доступа к системе, она стоит сейчас достаточно остро. Ее многие заказчики, по крайней мере, в химии поднимают и требуют от нас каких-то решений. И вот мы тоже разработали некий, ну, концепт-подход, как это делать. Ну, а, собственно говоря, об этом я тоже в своей презентации хочу немножко поговорить. А второй момент, и он тоже достаточно актуален для нашей страны. Это то, что количество квалифицированного персонала, оно несколько сейчас меньше, чем требуется для того масштабного строительства, которое идет сейчас в нефтехимии. Сейчас уже идет борьба за персонал. То есть крупные фирмы переманивают друг у друга квалифицированные кадры. И многие крупные компании задумались о чем? О том, у нас там есть пять однотипных производств, но которые располагаются от Владивостока до Краснодара там. Да, то есть по всей стране. Давайте соберем экспертов, которые знают, как работает эта установка, в одном месте, чтобы они могли, в принципе, в случае чего, подключиться к любой из этих пяти установок и подхватить в сложной ситуации на себя управление. Эта идея, но она лежит на поверхности, да. То есть в каждой отрасли есть там технологи, которые знают от и до технологический процесс, но он не может находиться одновременно и во Владивостоке, и в Краснодаре. А это решается только одним способом. То есть должен быть возможность удаленного доступа и, более того, возможность удаленного управления. Потому что, ну, опыт показывает, что даже там оперативная по телефону консультация не всегда для быстрых процессов достаточно. То есть в определенный момент этот эксперт должен перехватывать управление и выводить установку в режим или, наоборот, выводить ее в установ сам. И здесь уже этот канал, он фактически проходит где-то либо по VPN, но по общедоступным сетям, либо компания вынуждена прокладывать собственные сети, но защищать их там, предположим, от несанкционированного внедрения где-то в канал. Вот. Это очень большие проекты. И, ну, пока какого-то вот стопроцентного ответа, как все это делать, ну, я, по крайней мере, не знаю. Я много в своей жизни побывал на различных конференциях. И вот эта конференция, она чем вот, в моем понимании, да, от остальных отличается? Она такая вот, ну, давайте скажем, добрая. То есть здесь очень дружественная, неформальная обстановка. Потому что обычно, ну, на конференциях вот идут, мы все сидим, слушаем доклады, да, потом в кулуарах пьем кофе, ну, там, максимум с кем-то там пообщаешься, кого знаешь. Все начинают стараться кучковаться с теми, кого ты знаешь, да. То есть, ну, вот видишь знакомое лицо, о, слушай, там, привет, да, и давайте говорить. Вот. А здесь вот действительно вот такое чувствуется сообщество, да. То есть я вот, ну, переговорил, наверное, с десятком людей, которых я вообще вот, ну, раньше не встречал, не знал. И совершенно спокойно вот мы общались там на разные темы. И вот то, что организаторы создали вот именно такую обстановку, способствующую очень хорошему общению, это вот, я считаю, огромный плюс этой конференции. Я вот, честно скажу, я больше таких конференций не видел, вот, где именно вот, ну, такая вот комьюнити, скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok